Я вас приветствую! Все православные пребывают в ожидании самого светлого праздника Христового Воскресения. Ну а мы по доброй традиции в преддверии этого светлого дня подготовили программу, которая от начала и до конца посвящена Пасхе. Начали программы, батюшка поведает, сколько дней нужно праздновать Пасху и как правильно это делать. Далее посетим мастер-класс по созданию и украшению пасхальной корзины. И в завершении повар Виктор Изюмченко приготовит блюдо для праздничного стола. Праздник Пасха длится вовсе не один день, как мы привыкли его отмечать от целых 40 до Вознесения Господня. И все эти дни нужно отмечать по-особенному. Пасхальный период, который длится в течение 40 дней, является праздничным периодом. И как мы знаем из Евангелия, Господь воскрес из мертвых. В течение 40 дней Он пребывал со Своими учениками, неоднократно являвшись. И после этого на 40-е дни Он воскрес и вознесся на небо. И, конечно, это отражено в богослужебном строе Православной Церкви. Это праздничный период, прежде всего. И все верующие люди призываются к духовному торжеству. Но прежде всего это выражается в чем? В том, что мы посещаем службы, которые носят такой особый характер, радостный, пасхальный характер. Мы в эти дни стараемся проявлять дела милосердия, любви. То есть посещать тех людей, которые нуждаются и в помощи, оказывать дела милосердия. И, конечно, общаясь друг с другом и благостоя весь воскресенье Христовом. Ну, особо такой праздничный период, это период Светлой Семьицы. Семьица после Пасхи, конечно, и в этот момент особое богослужение совершается, как на пасхальную ночь по пасхальному чину. Поэтому в эти дни, конечно, христиане стараются именно духовно торжествовать, меньше посвящать себя каким-то таким своим человеческим проблемам быту, материальным нужным. То есть люди стараются участвовать в богослужении. А потом уже после пасхальной Семьицы мы приступаем ко всем своим обыденным занятиям, трудам, которые необходимо совершать дома, там на огороде или еще где-либо. Ну и, как всегда, нужно помнить, что для каждого христианина воскресный день является главным днем, которому мы должны отложить свое попечение и посвятить его Господу Богу. Расписывать яйца, печь, куличи, делать пасхальные сувениры. Этот праздник приносит нам много приятных хлопот. Декор пасхальной корзины перед церковным освящением – еще одно очень увлекательное занятие. И желательно привлечь к этому делу всю семью. Сегодняшний мастер-класс я хочу посвятить подготовке к большому празднику – Пасхе. Я скажу, украинскую «Вылыгдень», «Великий день». И один из атрибутов Пасхи – это пасхальный кошек, с которым люди ходят в храм. Святить пасочки, куличи, яйца. И, я думаю, очень интересно будет всем украсить свой пасхальный кошек, как всегда. Мне очень хочется, чтобы родители это делали с детьми, поэтому мастер-класс будет адаптирован для работы с детками вместе. Мы будем использовать в нашей работе фетр – наш любимый материал, с которым очень легко работать. Мягкий, пластичный, с которым справится и ребенок, и взрослый. Нам необходимы будут ленты, декоративная сетка и клеевой пистолет. Вот такой вот кошек и немного шпагата. Приступим. Берем наш кошек и будем мы декорировать его, как букет цветов. Ставим вот такой вот кошек внутрь этой сеточки и аккуратно оборачиваем со всех сторон. Снизу ровненько формируем, чтобы ничего у нас не выпадало. Берем шпагат и фиксируем. Основа для нашего букета кошека готова. Теперь нам необходимо сделать цветы, которые будут обрамлять нашу корзинку. Это стилизованные фетровые розочки. Нам необходимо вырезать вот такие вот квадратики небольшого размера, у которых мы скругляем уголочки. И по спирали мы вырезаем заготовку для нашей стилизованной розочки. Получили вот такую вот спиральку. Вот она складывается в кружочек и спиралька. Теперь из нее, с кончика, начинаем сворачивать. И при помощи клеевого пистолета мы фиксируем наш цветочек изнутри, чтобы он не раскручивался. Так, каждую нашу заготовочку для корзинки. Вот мы подготовили вот такие вот цветы. Мне очень нравятся такие жизнеутверждающие весенние цвета. Желтый цвет солнца, синий цвет неба. Хочется всего яркого нам весной. В такой большой, великий праздник. Берем наши цветочки и при помощи клея горячего фиксируем вокруг, формируя букетик. Чередуя между собой наши желтые и синие цветы. В принципе, такую корзинку можно декорировать каждый год по-разному. Вот в этот год мы украсили так. На следующий год сняли этот декор, добавили чего-то нового. Либо не снимая, просто добавляем что-то новое, более интересное, чего нам, кажется, не хватает в этом году. Вот такой получился у нас букетик на корзинке. Теперь мы задекорируем низ нашей корзинки, для того, чтобы была завершенная композиция. Для этого нам необходима лента в цвет наших цветочков. Сформируем бантик, убираем лишние кусочки шпагата. Получается вот такой бантик. И здесь можно посадить еще наши розочки. Получается вот такой вот букетик и внизу нашей корзинки. И для того, чтобы совсем завершить нашу композицию, добавим бант вверху на ручку. Будет празднично и нарядно. Вот такой вот мы с вами сделали сегодня корзинку. Я думаю, в этот превосходный семейный праздник, большой, замечательно будет, когда ваш малыш с таким кошиком пойдет в церковь со своей собственной пасочкой. Я думаю, ему будет очень приятно и радостно, то, что он сделал своими руками. К Пасхе по обычаю готовится особенный праздничный стол. Подают дичь, курицу, поросенка, различные закуски и десерты. Чем же нас побалуют в этом году Виктор Изюмченко? Узнаем прямо сейчас. После Великого поста всем хочется чего-то вкусненького, ну и, конечно же, мясного. Видите, что будем сегодня готовить? Чем удивишь? Чем пораду? Мы сегодня будем готовить куриный рулет с фетой, с перцем и с беконом. С беконом? Да. Для этого нам понадобится куриное филе. Мы его разрезаем вдоль. И нам нужно его отбить. Чтобы сильно куриное филе не рвалось, мы будем отбивать. Я думала, чтоб на меня. А сон не летел. Пусть летит. Мы его будем отбивать на пленочке. Мы теперь куриное филе солим и немножко перчим. Теперь нам нужно взять болгарский перец и порезать на такие длинные полоски. Теперь нам нужно взять нашу фету. Выкладываем сверху перцы. И все скручиваем в рулетик. Тугенько вот так вот. Теперь это нам надо все обвернуть в бекон. Теперь это нам нужно все сколоть шпажкой. Так, и теперь мы ставим наши рулетики в духовку на 18 минут при температуре 150 грамм. Видите, прекрасный рецепт. Обязательно приготовьте такое блюдо для своего пасхального стола. Приятного вам аппетита. Пусть предстоящий светлый праздник принесет радость и любовь в каждую семью. Веры и благополучия вам. Мира, добра и любви. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова